МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это обман! Жульничество! Моя интереснее была! Что же вы меня действительно подсовываете? Невеста у Володьки Завитушкина, герой комедии Леонида Гайдая по пьесе Зощенко, оказалась женщиной в возрасте и с детьми. Володька уступил под нажимом ее родственников, свадьбу сыграли, но ошибку потом быстро исправили. До 1927 года разводиться можно было, даже не поставив в известность партнера. Достаточно было прийти в Советский Орден, в Советский Орган, ну, то, что стало потом ЗАГСом, и подать заявление о разводе. Это было достаточно. И жители больших городов просто слетели с катушек. Такого обилия сексовых жизней не было больше никогда. Все жили гражданскими браками. Интимная близость случалась прямо на глазах у близких и посторонних людей. В самых тонких моментах личной жизни участвовала вся семья, вся коммунальная квартира. И к 30-м годам Советский Союз уже занимал первое место в мире по количеству разводов на душу населения. Большевики провозглашали личную свободу. То есть это как свободу выбрать себе мужа или жену, так и свободу с ними развестись. И в 1932 году в паспорте появляется графа «Семейное положение». А в 1936-м приняты Конституция СССР и Семейный кодекс, укрепляющий значение официального брака. Забладала традиционная группа, ее и в «Сталинской» называют, которая сказала, все, хватит экспериментов, возвращаемся к прочной семье. Партия провозгласила, развод – это позор, клеймо на всю оставшуюся жизнь, крах карьеры. И было сделано все для того, чтобы разводиться гражданам было неприятно и стыдно, чтобы в суд они шли, как на Голгофу. Сергей Бондарчук был очень привлекательным, брутальным мужчиной. И его жене Инне Макаровой пришлось столкнуться с тем, что Сергея все время хотят увезти из семьи. Николека, не без рук, не без ног, а чернобривый, черноокий красавец с волнистыми волосами, полным разумом и красоте, и народный артист. Инна прославилась раньше мужа. Любка Шевцова в молодой гвардии покорила всех своим темпераментом. Не забудь сказать, известная артистка областной Луганской страны. Ты что поешь? Что поешь? Да я танцую, испанский танец! Инна Макарова стала ездить туда, где снимался супруг, понимая, что лучше быть все время рядом. Мама понимала, что что-то творится невероятное. Просто за папой охотились. И он это понимал. И поэтому он вызывал ее на съемки. И ей пришлось оставлять меня маленькой. Макаровой пришлось пережить очень неприятную историю. Одна из бывших подруг Бондарчука, Евгения Белоусова, заявила, что до брака с Инной у Бондарчука были с ней отношения. И родился сын. И послала ему с этой новостью телеграмму. Он растерянный был ужасно. С этой телеграммой. А у меня, у Жени, сын родился. Бондарчук решил усыновить мальчика. Инна согласилась на время развестись. Дала мужу жениться на Белоусовой, записать себя отцом Алеши, развестись и снова жениться на ней. Она так мечтала быть с ним счастливой. Но в 1955 году на съемках фильма «Отелло» Бондарчук встретил прекрасную Ирину Скопцеву. Пойдем, любовь. Окончены труды. Дорг заключен, пожнем его плоды. Инне Макаровой посыпались анонимки. У вас рога. Муж вам изменяет. Говорили. Их писала мать Ирины Скопцевой, чтобы расшатать отношения Макаровой и Бондарчука. Она очень хотела, чтобы Сергей женился на ее дочери. Но, может быть, это были обычные доброжелатели? Меня в 8 лет останавливали люди. Говорят, а ты знаешь, с кем твой папа? Узнав, что его бывшие любимые ученики Макарова и Бондарчук разводятся, Сергей Герасимов начал угрожать виновнику развода. Бондарчук все это съел. Молча. Если не вернешься, я всю судьбу уничтожу просто, карьеру уничтожу. Макаровой тоже сказали, что мы вернем вам вашего мужа. Заседание порткома было идиотским спектаклем, в котором Бондарчук не собирался играть роль человека, которому стыдно. Он резко дал понять, что не позволит никому анализировать свою личную жизнь и стыдить за желание развестись с нелюбимой женщиной. Это дошло до ЦК партии. Папу вызывали, ее вызывали и просили эти отношения наладить. Но чувства Сергея Бондарчука были такой мощной силы, что он думал только о том, как жениться на Скопцевой. Он был готов ради этого пожертвовать всем. Карьерой, любовью власти. Фильм «Отелло» послали на Каннский кинофестиваль. Успех был оглушительным. На поклоны не вышло только Дездемона. Ирину Скопцеву в делегацию не включили. Вернувшись из Канн, Бондарчук приехал домой. И тяжелые для обоих слова «Нам надо расстаться» первой сказала Инна Макарова. Потом рухнула на тахту, как бы почти в беспамятности. И вот подняла глаза, у него спина широкая, и он рыдает. Он стоит у окна и рыдает, буквально рыдает. И они расстаются. Ирина Скопцева была на 7 лет младше мужа. Это была удивительно красивая и счастливая пара. Бондарчук расцвел, как режиссер, и стал очень богатым и влиятельным человеком. Во всех своих фильмах он снимал жену и детей. И плевал на критиков, которые говорили, что это не дело. Как они друг друга дополняли, как она абсолютно растворялась в Бонне, она называла Сергея Федоровича, ну, в кругу семьи, Боня, Боня, Боня. А он отдавался и растворялся в ней. Инна Макарова удачно вышла замуж за хирурга Михаила Перельмана и прожила с ним 42 года. Но главным мужчиной ее жизни так и остался Сергей Бондарчук. С 8 июля 1944 года стал признаваться только брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Сказали, все, ша, ребята, вот если вы встретились до 8 июля 1944 года и жили с семьей, то вы можете пойти в суд, признать себя мужем и женой. А вот если после 88 июля 1944 года мы объявляем, флажок такой ставим, раз, вот с этого момента, пожалуйста, регистрируйтесь. Была резко поднята пошлина, которую нужно заплатить при разводе, до 50 рублей. За повторный развод требовали уже 150 рублей, за третий и последующий – 300 рублей. Развод стал публичным. Необходимо было подать заявление в газету и объяснить, почему ячейка общества распалась. Развестись по-тихому было невозможно. И люди искали, о, там, знакомый, а, дай-ка я посмотрю, кто там из знакомых развелся или… Ну, в общем, было такое, было. Разводиться теперь нужно было исключительно в суде. Инициатор развода должен был за свой счет вызвать второго супруга на заседание и вывернуть перед судом все грязное белье, доказывая, что нужно отпустить его на все четыре стороны. И эти спектакли играли до девяностых. Итак, что послужило причиной развода? Товарищи судьи, разведите нас, отпустите на все четыре стороны. Ну, давайте так. Все дело во мне. Я плохой человек, просто дряй, мерзавец и так далее. Я порчу кровь, мотаю нервы, что еще? Гуляю, пью, веду этот антиобщественный образ жизни. Герой Будрайтиса обманывает советский суд, но лгать он не умеет. Мы всегда ищем ниточки, которые могли бы сохранить, так сказать, семейный очаг. Слушаем вас. Очага нет. Осталось пепелище. В сложных случаях, когда речь шла о дележе имущества и детей, развод производился через прокуратуру. В этом случае супругам и свидетелям приходилось как преступникам проходить через допросы. Женщина, у которой распалась семья или сама себя, или окружающие, вольно или не вольно, ее корили. Ну, слово разведенка, помните, было такое слово, которое сегодня вообще в быту отсутствует. Слевая разводов сначала резко пошла вниз. Если в 1940 году было зарегистрировано 200 тысяч разводов, то в 1945-м только 6,5 тысяч. Но потом первый шок прошел и показатели резко взметнулись вверх. К 50-м годам разводов стало в 6 раз больше. Люди пришли в себя после мук войны и захотели начать другую счастливую жизнь. 1948 год. Театр Вахтангова бурлит. На товарищеский суд вызвана популярная актриса Людмила Целиковская. Коллеги хотят знать, почему она бросила своего мужа, известного актера Михаила Жарова, почему у них с мужем не было детей, а Целиковской требует вернуться в семью. Я увидела чуть ли не белые, смешались белки, смешались. Вот так она умела сердиться, вот так она умела злиться. Они встретились в 1943 году в Алма-Ате на съемках фильма «Воздушный извозчик». Мелодрамы о любви летчика и оперной певицы. Там есть такая сцена, когда он ее снимает с самолета, и он ее взял за талию, а у меня такая талия была. И дядя Миша ему говорит, и я пропал. Все! Оба были несвободны. Жарову было 44, Целиковской 23. Она была уже во втором браке. Дядя Миша оставил своей Люси Полянской шикарную квартиру с огромной библиотекой. Огромной библиотекой. И они остались нигде. Муж Целиковской, писатель Войтыхов, начал бомбить неверную супругу телеграммами, возмущен вероломством и бесстыдством. И послал Жарову письма, которые ему когда-то писала Целиковская. Но все было напрасно. Целиковская все решила. Она полюбила Жарова. Люся относилась к такой категории женщин, которая рубила с плеча. От переживаний Жаров на несколько месяцев слег в больницу. Но потом стал налаживать семейную жизнь с Целиковской. Супруги сначала сняли номер в метрополе, потом получили квартиру, и Людмила свела уютное гнездышко, в котором новому мужу было всегда легко и радостно. Она вставала, она улыбалась, и она пела. Она никогда не вставала хмурой. Вы обязательно заходите к нам, я вас познакомлю, с сестрой. Ой, 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 ой. Жаров был очень популярен, зарабатывал большие деньги и баловал свою красавицу-жену, скупал антикварные украшения и самые красивые наряды. У моей мамы и у ее сестры Шуры была одна выходная кофта на двоих. А тетя Лесенька, это вот она мне показывала, открывается сундук. Мамочка моя, и там и парча, и шелка, и просто нарядов у нее было, видимо, невидимо. Когда Целиковская сообщила мужу, что уходит к архитектору Карло Алабяну, сразу пошли сплетни, мол, меняет стареющего богача на более молодого. Все за спиной актрисы шептались, почему она до сих пор не родила ребенка, бережет фигуру или просто детей не любит. Безумно любила детей маленьких, особенно маленьких. Она умирала, когда она видела маленького ребенка. Она с масс ходила. Ну, так получилось, что, в общем, была несовместимость, и она очень от этого страдала. Мы киныши были. И актрисе пришлось заявить об этом на товарищеском суде. Хочу ребенка! Не мешайте! Причина была признана уважительной. Сегодня это кажется невероятной дикостью, но в советское время власть и коллеги лезли даже в постель супругов. Целиковская ушла к Алабяну и родила ему сына. Жарову казалось, его жизнь закончилась. У него вся квартира была в ее фотографиях. И когда тетя Люся наконец, значит, ушла, у дяди Миши случился микроинфаркт. Жаров смог создать потом новую семью и стал отцом двоих детей. Целиковская после смерти Алабяна вышла замуж за Юрия Любимова. Она невероятно много сделала для того, чтобы он сохранил свой пост в театре на Таганке, использовала высокие связи для его защиты. Но он бросил ее ради молодой журналистки Каталины, с которой встретился в Венгрии. Целиковской было уже 56 лет. Она осталась одна и замуж больше не выходила. Одна, что вот так сказала, что, пожалуй, единственный человек, который меня действительно очень сильно любил, это был Жаров. Духовно я тебя перенос, понимаешь? интеллектуально. Посмотри, как ты одеваешься. Вон. Одна брошка чего стоит. Дай согласие на развод. При Сталине и Хрущеве разводы в кино показывали редко. Зачем давать дурной пример ячейкам общества? Надо было воспитать у людей стойкое ощущение, что если они разрушают семью, они совершают антиобщественный поступок, и за это они будут наказаны, по крайней мере, осуждены морально. В начале 60-х в газете «Вечерняя Москва» появилось сообщение о разводе певицы Майи Кристалинской и писателя-сатирика Аркадия Арканова. Этого объявления все боялись. Все боялись. Это сообщение было словно гром среди ясного неба. Мало кто знал, что Кристалинская и Арканов вообще были когда-то женаты. Зато о разводе узнала вся Москва. Начались с пересудой. Они пересеклись в молодежной студии Центрального дома артистов. Майя, 25-летний выпускница МАИ, Аркадий, будущий врач-терапевт. Арканов показался певице загадочным, похожим на Марчелло Мастрояни. Он всегда был мрачный. Он всегда был мрачный. А если он смеялся, то глаза оставались холодными. Это был ироничный, польяжный и невероятно модный мужчина. Вы не устали? Спросил я у номера 12, когда мы прошли 8 метров. Пока держусь, а я буквально валюсь с ног. Его обожали дамы, и он мог легко добиться внимания самых красивых. Счастье это нечто неописуемое и к нему необъяснимое. Должен стремиться каждый человек. Это одна из последних съемок Арканова. Через месяц его не станет. В интервью латвийскому каналу он с грустью признает, счастье в личной жизни обрести он не смог. Он был трижды женат, но каждый брак кончался трагедией. Две жены сатирика скончались. Он очень любил красивых женщин. Красивых женщин. Ты знаешь, я вот смотрю, это же как цветок он там что-то говорит. Майя Кристалинская была певицей-самоучкой, выступала с ансамблем Юрия Саульского и имела просто бешеный успех. Майя была не замужем, он был такой респектабельный мужик. Она была очень популярная тогда, любимица народная. Ты глядел на меня, на тебя. Короче говоря, Аркаша женился. Арканов поспорил с другом, что женится на певице через неделю. Так и вышло. Через три свидания Кристалинская уже готова была к походу в ЗАГС. Не представляется, что этот брак очень украшал его биографию, поднимал его рейтинг в глазах окружающих. Родители Майи зятя не жаловали, к себе не позвали, и молодые сняли комнату. И Арканов быстро понял, что женился на девушке, которая вообще не хотела заниматься домашним хозяйством. В доме была страшная грязь, Майя не собиралась готовить мужу. Наверное, она что-то приготовить могла, там пожарить и так далее, убрать. Но вот так, чтобы сидеть и щаварить каждый день с утра до ночи, она была другая. Арканов сетовал, что у Майи нет музыкального образования, а без него карьеру не построишь. И вдруг обнаружил, что жена не дотягивает до его интеллектуального уровня. Он ей говорил, ну как же это так, ты такая темная, ну тундра прям. Он ее пилил, пилил буквально. А народ ее любил все больше, больше и больше, больше и больше. В 1957 году Майя стала лауреатом Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Ее пригласил солисткой в свой коллектив Олег Лунстром, а потом Эдди Рознан. Ей поручали первое исполнение своих песен Пахмутова и Добронравов. Кристалинская понимала, что муж мучительно ревнует ее к успеху. Ему до этого еще идти и идти. Но помогла ему, несмотря на то, что отношения были испорчены. По распределению после вуза Арканов должен был уехать в Норильск. Майя отстояла супруга. Она сделала так, что он остался в Москве. Ну, в тот период. Но в один прекрасный день Арканов, теперь уже московский доктор и начинающий писатель-сатирик, собрал свой чемоданчик и ушел. На вопрос Майи, когда вернешься, бросил. Никогда. Для нее это была просто шоковая ситуация. И она очень переживала несколько лет. Детей у супругов не было, но в то время разводиться через ЗАГС было не положено. Идти в суд было так мучительно и стыдно, что супруги предпочли заплатить большие деньги адвокатам. Они, так сказать, могли это сделать без своего присутствия. И это реально, если оба супруга дают доверенность на представление их в суде. Когда Кристалинская появилась на эстраде с шарфиком на шее, поползли слухи, что у нее рак, который развился из-за краха семейной жизни. Она действительно скрывала следы лучевой терапии. Ожег, даже не ожег, вот эти вот, то есть там остались вот эти красные, как сказать, прожилки и так далее. Поэтому она место это просто закрывала. Публикацию в газете о разводе с Майей Кристалинской Арканов вспоминать не любил. Это было страшно унизительной процедурой рассказывать миллионам граждан об ошибках в личной жизни. Вся эта история оставила неизгладимый след в судьбе. Потом шла такой пунктиром таким. В 1965 году при Брежневе законодательство, связанное с разводами, смягчили. Требования сообщать о развале семьи в газету отменили, как и развод через прокуратуру. Судья разбирал дело с двумя заседателями. В зале были родственники, знакомые и просто любопытные. Задачей судьи было препятствовать разводу. Заседания переносились, от людей требовали еще раз подумать, аргументы пьет или бьет, считались совершенно несущественными. Миронов, обещаете взять себя в руки? Нет, не обещаю. Почему? Мне тяжело будет. Количество разводов при Брежневе резко выросло. Он бы и сам хотел развестись, но было нельзя. Пришлось остаться с Витей, как он называл свою жену Викторию Петровну. Она не была особо умной женщиной, особо хитрой. Думаю, что и особо счастливой она тоже не была. У Вити было все время угрюмое выражение лица, и понять ее напряжение можно. В 1945 году Брежнев вернулся с войны победителем, но к Виктории заглянул ненадолго, лишь для того, чтобы объявить, что решил оставить семью и строить счастье с новой возлюбленной. Они решили жить вместе. И он приехал только для того, чтобы сообщить об этом семье, что он уходит. И свести это стало для Виктории шоком. Она устроила супругу страшный скандал и в опасной для себя ситуации сразу перешла к шантажу. Виктория Петровна, она не хотела сдаваться. И она ему объявила, ну что ж, я обращусь обком партии на тебя. И тебя исключат из коммунистической партии. И карьера твоя будет закончена. Тамара Лаверченко была медсестрой и была рядом с Брежневым в самые опасные фронтовые минуты. А в перерывах между боями надевала скромное платье и они танцевали под Рио Риту. И Брежнев считал ее любовью всей жизни. Тамара ее звали, я помню, это очень хорошо. Очень интересная женщина. И он, Виктория Петровна, сказал, ты знаешь, Виктория, у меня был день, как завтра я умру. У нас были такие бои тяжелые. Вот она была моя любовница. Виктория Петровна лично встретилась с походно-полевой женой и объявила Тамаре, что ей ничего не светит. Сказала, что вот у нас двое детей и вот у нас такая ситуация, поэтому лучше, если я все про вас знаю, но лучше, если вы уйдете из нашей жизни. С годами жизнь Виктории Петровны свелась к двум основным интересам к кухне и деньгам. Муж рано поднялся по карьерной лестнице и она, как и многие другие жены партийных функционеров, зациклилась на материальных интересах. Тамара делала во время войны аборты и осталась бездетной, но Брежнев ее не бросал, поддерживал всю жизнь и даже выгодно выдал замуж. Виктория Петровна даже принимала любовницу мужа у себя в гостях и за это Брежнев всегда очень ценил свою супругу. Она не допекала ему упреками, хотя в его жизни всегда было много левых связей. У него была не только эта связь, а много других в лечении. Я ему развода не дам. Я его люблю. Фильм 1985 года «Личное дело судьи Ивановой». В стране бушует перестрой, кривая разводов снова устремилась вверх. Не надо мне любви, кто ее придумал только, простите, господи. Я хочу быть сам, сам. Я хочу быть одиноким. И в этом же году в Звездном городке состоялось закрытое судебное заседание. После 30 лет брака развелась одна из самых удивительных пар Советского Союза. Марина и Павел Поповичи. У нас, конечно, в Звездном городке тут очень сложно что-либо утаить. В Звездном городке знали. А так, конечно, нет. Это был крах одной из самых красивых легенд советской державы. Он космонавт, она летчица, оба герои Советского Союза, доктора наук, рекордсмены. У Марины был железный характер. В детстве она одна из всего села. Бегала за 10 километров в школу. Обуви нет, Сибирь, минус 25. И вот мама минус 25 бегом, босиком, по снегу бежала до этой школы. И так хотелось учиться. В летное училище девочек не принимали. И она отправилась в Москву, в Министерство обороны к Клименту Ворошилову. Ее, конечно, там несколько дней, естественно, игнорировали, но она там сидела от начала до конца. На третий день Ворошилов дал указание зачислить упрямую девчонку. И в 17 лет Марина впервые полетела. Но на серьезных машинах летать не могла. Была такого маленького роста, что не доставала ногами до педалей. Настолько для нее это было важно, что она висела часами на этих всех турниках вниз головой для того, чтобы вытянуть ноги. Павлу все давалось легче. Знания он схватывал на лету, был очень спортивным и выносливым. Очень любил шутки, компания, веселье, пляски, музыку, все такое. Павел и Марина познакомились на танцах, а потом 4 года писали друг другу письма. Но из-за полетов никак не могли увидеться. Я думаю, что папа влюбился с первого взгляда. Вот у меня такое ощущение. Марина согласилась выйти замуж с одним условием. Не мешать ей летать. Мама говорила, для меня самые лучшие французские духи это авиационный керосин. И начался этот брак, соревнования. Она освоила 40 моделей самолетов, установила 102 мировых рекорда. За испытания сверхзвукового истребителя иностранцы прозвали ее Мадам Мик, а Павел стал одним из первых в мире космонавтов. Он лучше всех прошел испытания в центрифуге, сдал тесты на водное приземление, а в сурдокамере, где полная тишина может свести с ума, придумал свой способ борьбы с нею. Павел пел. Их тренировали на грани фола, на грани жизни. Поэтому они с запасом все это делали. Но у Поповича было одно слабое место. Марина. Николай Петрович Каманин, руководитель отряда космонавтов, анализируя семейные взаимоотношения своих подопечных, написал, Попович создает впечатление волевого человека, но ведет себя в раздорах с женой излишне мягко. Марина ни в чем не хотела уступать супругу. Она отдала старшую дочь Наташу в круглосуточный интернат и начала готовиться к полету женщины-космонавта. Но врачи не одобрили ее кандидатуру. У нее был плохой кислородный обмен, якобы. Ну, как бы, написали, как диагноз, по медицинским показаниям. Жены космонавтов возмущались. У Поповича нет крепкого тыла. Требовали, чтобы Марину отстранили от летной работой и лишили родительских прав, как нерадивую мать. Ее муж-космонавт заплетал косички дочке, а летчице неделями не было дома. Конечно, была зависть, потому что Марина Лаврентьевна занималась тем, что она любила, что ей было интересно, и что у нее хорошо получалось. Но в 1966 году Павел Попович доложил командованию о том, что хочет развестись с женой. Силы героя кончились. У них действительно были тяжелые взаимоотношения в какой-то момент. Однажды Павел Попович на одной из вечеринок приобнял супругу другого космонавта, и Марина вцепилась ему на людях в лицо, после чего космонавт очень долго ходил с фингалом. Если мужчине симпатично какая-то дама, и там может происходить и флирт какое-то, выражение симпатии, ничего в этом смертельного. Но космонавты это не люди, а символы. Развод для них был невозможен. Николай Каманин долго беседовал с Павлом по душам и пригрозил, не наладишь отношения в семье, отлучим от подготовки к лунной программе и не допустим до выборов в Верховный Совет СССР. Они были идеалы, те, с кого пионеры, комсомольцы и те, кто повзросли, и должны брать пример на них равняться. И у них царинка не должно быть, пятнышка не должно быть. Супруги были вынуждены пойти на попятную. Марина забрала старшую дочь из интерната, но летать не перестала, даже когда забеременела вторым ребенком. Марина Лаврентина, будучи мною беременной до восьмого месяца, она летала за штурвалом. Летала. Скрывала, что она беременна. В 1974 году Павел совершил свой второй полет в космос. И Марина опять бросилась за ним вдогонку. Она стала единственной в мире женщиной-испытателем самого тяжелого военно-транспортного самолета в мире. Домой приезжала только на выходные. Они с Павлом все больше отдалялись друг от друга. Атмосфера в семье была печальная. Павел Попович встретил другую женщину. Мягкую, семейную, любящую. И сказал, что хочет, наконец, пожить для себя. С Мариной он развелся. Остановить уже было невозможно. Мне кажется, что вот эта вот, то есть вот эта обида, она как бы из количества в качество перешла. Творцы, писатели, композиторы, знаменитые ученые в советское время были на особом положении. Женились, разводились они по нескольку раз и к этому вопросу наверху относились с пониманием. В творческой среде он, как правило, лишь решался в пользу чувств. Потому что, когда у тебя внутри там полный раскордак, то играть очень трудно. Писать, кстати, тоже трудно. Михаил Пришвин был советским писателем-классиком, автором удивительных рассказов о природе. И он все время мечтал о том, что его музой и супругой станет женщина с тонкой душевной организацией и прекрасным образованием. А женился на крепкой деревенской бабе Ефросини Бадыкиной. Это была такая очень бурная любовь, очень такая насыщенная эротическими токами. Ефросини толково вела хозяйство, родила ему двоих сыновей, вместе они прожили 30 лет. Но интеллектуальная пропасть между ними была невероятная. Это был человек совершенно не его круга, не его взглядов. Это была простая крестьянка, неграмотная. Пришвина много издавали, у него были отличные гонорары. Супруги купили дом в Сергеевом посаде, получили четырехкомнатную квартиру в Лаврушинском переулке. Ефросини завела за городом корову и огород. Пришвин жил с прислугой в столице. Гром грянул, когда ему было уже под 70. Он отчаянно влюбился в женщину, которую нанял литературным секретарем. Валерия Лебедева была дважды вдовой с очень трудной судьбой. Из дворян три года лагерей за антисоветскую деятельность. При первой встрече она пришла к нему с отмороженными ногами январь, Москва, 40-й год, холодно, очень. Обуви у нее нормально не было. Жена Пришвина решила, что это классика жанра, сидя на в бороду без фребро и дала понять писателю, что устроит ему просто страшную жизнь, если он вздумает подать на развод. Она кричит, что она жена орденоносца, но устроит так, что они пойдут в Сибирь и пусть готовятся сухари сушить и стряхнин из еды выковыривать. Были какие-то корыстные соображения, потому что понятно, что встанет вопрос о наследстве рано или поздно, об авторских правах и прочее. Как правило, в таких ситуациях за брошенку вступались так называемые женписы, жены советских писателей. В 1936 году они создали свою организацию, чтобы следить за моральным обликом мужей и их коллег. И при любом подозрении на неблаговидное поведение жаловались в союз писателей или ЦК партии. Писатели уже тогда отличались моральной неустойчивостью, любовью к алкоголю и прочими нехорошими вещами, неподобающими пролетарским писателям и партийцам и вообще строителям коммунизма. Ефросиня добилась, чтобы неверного супруга вызвали на совет союза писателей и запретили ему даже думать о разводе. Но неожиданно поддержки не получила. Все понимали, о чем идет речь? О том, что он великий натурфилософ, блестящий писатель, она там, я не знаю, наволочки считает там, как по началу. Михаил Пришвин и Валерия были доведены до отчаяния. Они были на грани самоубийства, они были готовы чуть ли не друг друга там, ну, в общем, вдвоем покончить жизнь самоубийством, но чтобы их ничто не разлучило. На суде Пришвин заявил, что готов отдать Ефросиньи и своим отпрыскам все, что они требуют. Только отпустите! Поличал, заберите все, оставьте только любовь. И в итоге семья получила квартиру в Лаврушинском переулке, получила дачу, он уехал в подмосковную деревню. Если в советском кино показывали развод, то любили подчеркнуть, какая это драма для ребенка. Помиритесь, вы сколько ругались, а после мирились. Нет, Миленький, теперь мы уже не помиримся. Крушение брака становилось страшным испытанием для всех. От этого страдала карьера и социальный статус. В обществе к разведенным относились плохо. У нас было стыдно разводиться, потому что у нас ну как бы это изначально такова культура. Это первое. Второе. Это было неприлично. Сергей Герасимов и Тамара Макарова были идеальной парой советского кино. Он – мэтр режиссуры. Она – педагог в ГИКа, талантливая актриса и невероятно красивая женщина. 60 лет вместе и невероятное количество выплаканных и невыплаканных Тамарой Федоровной слез. На съемках каждого фильма ее муж заводил интрижки то с молодыми актрисами, то с девушками из обслуживающего персонала. Он был очень интересный мужчина. Он считал наизусть столько стихов. Он пел казацкие песни. Он был невероятно притягательный. Просто человек-магнит. Во время съемок картины «Люби человека» Герасимов увлекся любовью Веролайнен, которая была на 35 лет моложе. Вот Дмитрий Андреевич хочет, чтобы я вышла за него замуж. Вот. Я так и знала. Инна Макарова звонила моей подруге Ляли в Петербург и сказала, Герасимов сошел с ума. Он влюблен. Он очень глубоко влюблен. И это видели все. И Тамара Макарова видела, и все. Тамара Макарова терпела. Знала, Герасимов никуда не денется. Развод – пятно на репутации и карьере. Когда к ней приходили молодые актрисы, их ученицы, или просто ученицы, и говорили там, вот, мой муж мне изменяет. Она там, нарезая морковку или что-то, говорила, терпи. Как терпи? Ну, я терплю, ты терпи. Лишь однажды невозмутимая Макарова дрогнула. Герасимов совершенно потерял голову от молодой Нонны Мордюковой. У него и Макаровой не было детей. И он представил, как Мордюкова сделает его, наконец-то, отцом. Он искал, может быть, ту простую, в общем-то, душу, которая просто ему родит ребенок. И он приехал официально к матери Нонны и попросил руки. Мама говорит, вы что, с ума сошли? Ей 22 года, ей еще доучиться надо, а вам уже 40 лет, а что бы через 20 лет? Вы старик, она в соку женщина? Нет, я не хочу, чтобы дочь за вас выходила замуж. Это даже не думайте. Макарова земля тогда ушла из-под ног, и она написала жалобу в ЦК КПСС. А что и оставалось сделать? Герасимов на этот раз уже точно решил уйти из семьи, не побоявшись рискнуть своим звездным положением. Но его вызвали на ковер и отчитали, как мальчишку. Сказали, почему вы так себя ведете? Вот, это моя новая кандидатура на Тихий Дон, она будет играть, значит, Аксинью, главную роль, и так далее, и мы сказали, послушайте, вы должны для себя определиться, или Нонна Мордякова, или ваша супруга. Мордякова быстро поняла, что ей могут навсегда перекрыть кислород, и вышла замуж за Вячеслава Тихонова. А роль Аксиньи ушла к Элине Быстрицкой. Подозревают, что за этой рокировкой тоже стояла Тамара Макарова. Нонна Мордякова вообще потом не получала 10 лет значительных ролей. Месть, такая женская месть Тамары Федоровны. Она была способна на женские мести. В день похорон Герасимова провожающие были страшно удивлены. Вдова Тамара Макарова ехать на кладбище отказалась. Возможно, не хотела видеть своих молодых соперниц у гроба мужа. После смерти Сергея Герасимова Макарова полностью изолировалась от людей и сидела в этой квартире, смотрела на эти книги, смотрела на эти вещи, и вспоминала своего Сереженька. Она прожила еще 12 лет и незадолго до смерти успела признаться близким. Если бы чудо было возможным, я вновь вышла бы замуж за Герасимова. Он был неверным человеком, но развод был для нее невозможен, потому что она боялась не позора, она боялась потерять часть себя, свою главную и большую любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok